В эфире программа «Территория закона». Смотрите сегодня. Смертельное увлечение гаджетами. 11-летняя девочка погибла в ванной из-за сотового телефона. Завезли 2500 тонн отходов. Природоохранная прокуратура вновь выявила нарушение на закрытом полигоне в Турлатово. Заседание снова перенесли. Рассматривать ходатайство Павлюченкова об условно-досрочном освобождении будут в мае. Продолжение на этой неделе получила история матери, выбросившей ребенка в мусорный контейнер. Расследование уголовного изъяло завершено в короткие сроки, за два месяца. Следователи провели генетическую экспертизу. Она показала, что женщина действительно является биологической матерью мальчика. Кроме того, она признана вменяемой. То есть тот момент, когда выбрасывала новорожденного сына в мусорный контейнер, полностью осознавала, что делает. По делу проведен комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Обвиняемая знакомность с материалами уголовного дела и в настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения опьянительного заключения. У женщины и ее сожителей есть еще двое малолетних детей, которых изъяли из семьи после проверки следователей. Выяснилось, что дети воспитывались не в лучших условиях. На этой неделе после направления дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения состояло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Ее решение оставить детей в детском доме еще на полгода. В Рязани погибла 11-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, родители обнаружили ее в ванной комнате. Трагедия произошла 22 апреля. Родители вернулись домой и обнаружили в ванне, наполненной водой тело своей дочери, без признаков жизни. По предварительной версии, что в этот день девочка не пошла в школу с болезнью и осталась дома на несколько часов, ввиду того, что родители, с кем она проживает, ушли по своим делам. До этого, как родители поясняют, ребенку неоднократно разъяснялись правила поведения дома одной, правила обращения с электроприборами. Но в этой ситуации она, видимо, решила пренебрегнуть этим. По предварительной версии, девочка воспользовалась несколькими переносками, чтобы принимать ванну с сотовым телефоном. Один из удлинителей упал в воду, из-за этого и могла наступить смерть. Труп девочки уже лежал, был извлечен родителями из ванной комнаты. Но со слов обнаруживших и по результатам осмотра места происшествия, был сделан вывод о том, что девочка была травмирована электротоком в результате того, что, принимая ванну, она пользовалась мобильным телефоном. На теле погибшей следов насилия обнаружено не было, так что, скорее всего, произошедшие несчастные случаи. Следователи изъяли с места трагедии сотовый телефон с зарядным устройством, подключенным к электропереноске, который отправили на экспертизу. Следственное управление обращается к родителям и другим ответственным за судьбу детей лицам. И призываем более внимательно следить за детьми. Разъясните детям, товарищи родители, правила пользования электроприборами и сотовыми телефонами, особенно при нахождении рядом с водой. Точную причину смерти установят, когда будут готовы все результаты экспертиз. Из поездки не вернулся. В Шиловском районе зарезали таксиста. Тело выбросили на свалку, а машину продали на запчасти. Сергей Гуськов и Алексей Тишин познакомились в местах лишения свободы. У каждого богатое криминальное прошлое. В июне 2017-го они отмечали день рождения общего знакомого. В поселке Лесной Шиловского района Гуськов ранее отбывал срок за убийство таксиста и кражу его автомобиля. В этот раз решил также заработать на жизнь. Он позвонил в Рязань знакомому таксисту и попросил привезти своих друзей. Потом под предлогом времяпровождения в обществе девушек предложил поехать в соседний населенный пункт на место назначения. Водитель так и не доехал. Чем он бил? Ножом. Ножом, да? Вы у него непосредственно видели нож или что? Нет, не видели. Тогда покажите, как он замахивался. Вот он, когда он поинтересовался, у меня можно и проехать, там еще все доехали. И вот он как сидел, вот так вот скачал. То есть левый придавил, а правый нанес удар. Тело водителя положили в багажник, отвезли на соседнюю свалку и сбросили с обрыва. Саму машину после этого Тишин подыскал гараж, поставил туда машину и с помощью своих знакомых, которые не были в курсе об убийстве Алексеева, разобрал эту машину на запчасти, после чего продал за сумму приблизительно 90 тысяч рублей. Деньги друзья поделили между собой. Запчасти со следами крови обнаружили сотрудники полиции на одной из рязанских авторазборок. Стали искать хозяина машины. Оказалось, что его уже месяц никто не видел. Спросили у лица, который приобретал эти запчасти, окровавленные, где он их приобрел. Тут указал на гараж и вот по этой цепочке вышли на Тишина первоначально, потому что именно он продавал эти детали. После этого задержали Тишина. Через буквально два дня он, решив, что лучше дать показания, потому что все замыкается фактически на нем, показал, где именно был труп. Гуськов, потратив деньги, решил совершить грабеж. Нашел магазин, работавший круглосуточно, узнал, что там продавец пожилая женщина, а значит сопротивления не окажет. Пришел туда с пневматическим пистолетом. Он стрелял в нее и по витринам, но получить деньги не удалось. Рядом оказался сожитель женщины. Он спас ее и магазин. За совершенное преступление Гуськову приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с ограничением свободы 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его сообщнику один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. В Госдуме обсуждают законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые сели в нетрезвом состоянии за руль и стали виновниками ДТП. Если в аварии погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы. Счастливый отец двух дочерей, руководитель научно-производственного центра «Вектор» Виталий Грасин сегодня мог бы отмечать свой 57-й день рождения. До этой даты он не дожил. Его 8 октября прошлого года сбил пьяный водитель. Обгоняя КАМАЗ, человек в нетрезвом виде на своей машине пошел на обгон этого КАМАЗа и в итоге сначала выехал на левую полосу движения, затем на обочину, где проходил мой отец. И со спины без шанса среагировать он сбил его. В результате папа получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Врачи три недели боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Этот печальный случай не единичен. По данным регионального ГИБДД, число ДТП с участием пьяных водителей в прошлом году выросло почти на 4%. Количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, составило 194 ДТП, в которых 39 человек погибло и 264 получили травмы различной степени тяжести. По закону водители, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, получают штраф в 30 тысяч рублей и лишаются прав на срок от полутора до двух лет. Если человек повторно садится за руль пьяным, за это грозит уже уголовная ответственность. В случае, когда гибнут люди, наказание составит от двух до семи лет. Подсудимый ранний судим, вину признал в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию расследования преступления. Елене Грастины и ее родным, водитель под колесами которого погиб отец, частично выплатил ущерб. По суду сумма составляет порядка 3 миллионов рублей. Кроме того, он получил реальный срок – 2 года 6 месяцев в колонии поселения. Родные считают, что это слишком мягкое наказание. Мне очень обидно за то, что конкретно данный человек в этой ситуации, имеющий большой послужной в кавычках список, то есть находящийся в уголовном розыске 2 года, лишавшийся прав в 2011 году за езду в нетрезвом виде на 18 месяцев. Я считаю, что данное наказание не соответствует личности человека и характеру преступления, которое он совершил. Родные решили обжаловать решение суда. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который по предварительной версии искал так называемую закладку. О преступлении сообщили местные жители. В тайнике находился пакет с белым веществом, который отправили на экспертизу. Внимание, группа задержания. От дежурного отдела полиции поступила информация, что во дворе дома 31 по улице Новоселов неизвестный мужчина пытается что-то раскопать. Предположительно, ищет закладку. Проследуйте по данному адресу, проверьте информацию. Вызов приняли сотрудники вневедомственной охраны. Тревогу поняли местные жители, которые заметили молодого человека. Ввел он, говорят, себя очень странно. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место проверить информацию. Молодого человека заметили сразу и направились к нему с целью проверить документы. Далее действовали по инструкции. На место происшествия вызвали следственную оперативную группу. Согласно процессуальному законодательству, данный гражданин был осмотрен и при нем было обнаружено вещество в салфоновом пакете белого цвета порошкообразного вида. Вещество отдали на экспертизу. Подтвердилось, что в пакетике у молодого человека было почти 3 грамма героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардией, помимо охраны объектов, также и принимают вызовы. Как и полицейские, происходит это согласно плану по охране общественного порядка. И на все вызовы они реагируют. В городе это происходит не так часто, но периодически. И на все вызовы мы, соответственно, реагируем незамедлительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В течение нескольких месяцев незаконно размещали жидкие отходы четвертого класса опасности на закрытом полигоне в Турлатово. Завезли 2500 тонн. Отходы представляли собой источные воды, производство крахмала и кукурузы, а также хозяйственно-бытовые источные воды. Их перевозили без документов. Отходы не обезвредили. Переродоохранная прокуратура выявила нарушение. Нарушителям грозит штраф. Выявлены факты отсутствия паспорта на данный отход. И у организации, которая занималась транспортировкой, с плодированием, отсутствовала лицензия по данному отходу на данный вид деятельности. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой должностные лица предприятий, привлеченные к административной ответственности, внесены представления в адрес руководства данных предприятий об устранении нарушений. 14-летний подросток попал под колеса автомобиля в селе Льгова Рязанского района. ДТП произошло вечером 23 апреля. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 51-летний водитель на автомобиле Митсубиши совершил наезд на перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода подростком. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Заседание перенесли, несмотря на жалобы на здоровье. Московский районный суд Рязани снова не вынес решений по делу о буксовно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, который отбывает наказание за убийство журналистки Анны Политковской. Бывший полицейский Дмитрий Павлюченков отбывает срок в Рязанской колонии. Он осужден по делу об убийстве политического обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, но просит об условно-досрочном освобождении в связи с состоянием здоровья. Было подряд два приз, последний приз был с остановкой дыхания. Я тут люди вокруг меня в багаж вытащить, они там принудительное дыхание мне делают, и что тут мне делают. Сам Дмитрий Павлюченков на заседании присутствовал онлайн через видеоконференц-связь. Приехали в суд его мать и жена. Адвокат перед заседанием спросил о самочувствии и предложил отложить заседание, если здоровье не позволяет. Павлюченков отказался. Адвокат на заседание подал ходатайство о предоставлении дополнительных материалов. Суд в связи с этим принял решение снова перенести заседание. Оно состоится 8 мая. У него имеется инвалидность второй группы. Вместе с тем при внесении приговора данная группа инвалидность у него уже была. При назначении наказания суд учел. Это как смягчающее вину обстоятельства. Ему осталось отбывать наказание 3 года, с лишних 6 месяцев где-то. Дмитрий Павлюченков отбывает срок за 3 эпизода особо тяжких преступлений против личности. Убийство с отягчающими обстоятельствами. Сейчас за это он мог бы получить пожизненный срок. А тогда признал свою вину. Ему дали 11 лет лишения свободы. Также у него долг в пользу Политковских в размере более 3 миллионов рублей. Если ходатайство у Павлюченкова не будет удовлетворено, он сможет выйти на свободу в августе 2022 года. Активисты снова проиграли. Рязанский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда о законности застройки высотками территории Барсона и Есенина. Выступают против застройки территории Барсона и Есенина жители. Во время рассмотрения апелляции говорилось о том, что была нарушена процедура публичных слушаний. Кроме того, в обсуждаемом проекте не предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры. Территория не обеспечена детскими садами и школами, а также не соблюдены нормы по озеленению. Тем не менее, областной суд принял решение оставить в силе решение Советского районного суда о законности застройки территории Барсона и Есенина 25-этажными высотками. Ну и в суде апелляционной инстанции дано заключение о законности принятого решения, так как оспариваемое административным местом постановление принято в установленном порядке уполномоченным на то органам местного самоуправления. Постановление опубликовано в установленном порядке в газете «Рязанские ведомости» 10 апреля 2018 года. Оспариваемое постановление соответствует требованиям Генерального плана города Рязани, правилам землепользования и застройки города Рязани, техническим и градостроительным регламентам, а также не затрагивает границ объектов культурного наследия. Жители намерены дальше обжаловать решение суда. Проректор ИРГУ имени Есенина по финансово-хозяйственной деятельности Надежда Кузнецова покидает должность по результатам прокурорской поверки, пишет Квизбоку. Надзорный орган выявил конфликт интересов, связанный с тем, что подчиненной Кузнецовой была назначена ее родственница. Кроме того, проректор не соответствовала квалификационным требованиям. В пресс-службе ИРГУ имени Есенина отказались подтвердить, опровергнуть или как-то прокомментировать информацию. Это была программа «Территория закона». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин